что ему делать для того чтобы начать набирать мощную массу наращиваем объем с новой интенсивности и вот такими волнами как бы постоянно постоянно прогрессируем фактически будет все тяжелее и тяжелее правило номер два постепенность не надо сразу заходить максимальное количество пыша но может оказаться чрезмерным такой вопрос тоже в тему добавок если брать конкретику то это зима и трибулуз любимые добавки фитнес озабоченного мужского населения и общая категория допустим теста бустеры потому что многие думают что мышцы растут непосредственно тестостерона они покупают теста бустер он увеличивает работу их желез тестостерона становится больше они растут как на грибах вот про эту добавочку что можно сказать с одной стороны если оценивать эффективность этих добавок именно в том плане что они способствуют нормализации уровня эндогенного тестостерона туда там ряд веществ чаще всего растительного происхождения действительно показывает себя в разных исследованиях причем не на животных там не на крысах на людях то что они сильно способствует тому что эндокрин железа начать работать более нормально то есть и показатели тестостерона у этих людей поднимаются но во всех случаях это все происходит физиологических наших физиологических пределах до норм да но вопрос а здесь эффект такой же как у адаптогенов кстати многие из них являются теста бустера например эврикома длиннолистная и ашфаганха они с одной стороны являются адаптогенами к этому классу другой стороны коммерческом плане их используют как теста бустера по факту они просто нормализует деятельность организма и соответственно улучшается так сказать ну взаимосвязь между гипоталамазом гипофисом яичками в общем железы просто начать работать более эффективно более результате но мы это можем даже увидеть там в изменениях так сказать своих анализов уровне роста гормона там литонизирующего фоллику и стимулирующего тестостерона другой вопрос влияет ли это на тренировочный процесс смотрите если вещества которые входят состав теста бустера является адаптогенами то они могут просто сами по себе улучшить наши тренировочные параметры за счет своего адаптогенного действия но она не будет связана с ростом уровень тестостерона ну здесь все очень просто есть не неправильное понимание сути происходящих процессов ну что действительно из достаточно искаженная информация то что тренировочный процесс напрямую связан там с гормональным с эндогенным гормональным отвлеком на нагрузку с эндогенным уровнем как человека здесь просто действительно однозначно где застерон влияет на мышечный рост но те возможности у которого имеет на у которой имеются в нашем организме по синтезу секреции этого гормона они настолько невелики что изменить в какую-либо сторону мышечный рост существенно и видимом и не получится найти там разница между минимальным уровнем тестостерона и максимальным в пределах эндогенной секреции она может вообще практически чеком не ощущаться там она может не ощущаться даже и на уровне либидо и на уровне развития физического поэтому все что пределах нормы по факту и является нормой для человека и все эти колебания для нас естественно конечно хотелось бы чтобы какого-то гормона было побольше но поверьте о том что ваш уровень тестостерона поднимется к верхней планке это совсем не то что когда спортсмены используют вот 5 до 20 раз дозировки превышающие нормальную физиологическую вот в таких случаях когда уровень тестостерона имеет чрезмерно сверх физиологический уровень мы можем увидеть практически собственными глазами как это сильно существенно влияет на прогресс в тонировках мы говорим про препараты тестостерона да и ну и весь весь этот класс анаболических стероидов и те изменения ничтожные в уровне естественного гормонального флота и вот это они и проявляются виде в ничтожных изменениях касательно нашего тела хотя конечно нельзя не отметить что если длительное в длительное время длительное время у человека будет низкий уровень тестостерона допустим и более высокий уровень женских половых гормонов то композиция тела начнет меняться почему я говорю длительно потому что сами по себе срочные изменения в этом гормональном дисбалансе они вообще обладают каким-то несущественным воздействием но когда это длится очень очень долго дочь и долго это может отразиться на том о том о том как набер распределяются питательные вещества при профиците да о том как какие у организма возможности по поддержанию мышечной массы поэтому на действительно на низком низком уровне тестостерона рано или поздно эти проблемы могут возникнуть но никто еще не должен думать что если чеку сейчас поэтому в принципе понятно стремение людей нормализовать но когда люди принимать и думаю что вот сейчас уровень тестостерона повысился сразу начнется прогресс нет прогресса не будет просто организм в дальнейшем если все будет нормально скорее всего не будет в худшую сторону меняться вот и все по факту мы просто убираем какие-то негативные последствия которые имеют место быть перспективе но не сейчас никакого там при росте мышечной массы который может быть сопоставим с применением анаболических стероидов а я часто марки именно маркетинговых целях идет некое такое сопоставление дошло десостерон король анаболиков посмотрите на тех кто принимает фармакологию но надо просто сравнить дозировки которые имеют место быть у спортсменов принимающих анаболические стероиды и те из естественные изменения в уровне эндогенных гормонов они просто это просто огромная огромная разница поэтому это как знаете если вот прийти в зал и сделать допустим один разминочный подход на 10 раз или на 15 вроде как бы есть разница до между 15 но это все равно разминочный подход и от него ты не сильнее не больше не станешь это все а вы когда дойдешь до рабочих весов вот там конечно будет мне вот вот примерно такая аналогия между экзогенные секреции которые за геным уровнем который мы можем до бесконечности так сказать повышать за счет принимаемых препаратов и эндогены которые регулируются деятельностью наших андокринных желез и кстати сюда же часто люди начат прошли а если вот принимать лекарственные препараты которые тоже нормализуют уровень тестерона например селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов те же самые там кламифиен цитрат томоксифен типа как аналог тестом бустеров но они тоже нормализуют уровень тестерона нормализуют пределах физиологической нормы это физиологическая норма как я уже сказал никакими-то волшебными свойствами выраженными существенными не обладают не надо от них ничего ждать поэтому кому не могут больше всего полезно тем людям которые сталкиваются с реальными проблемами секреции собственных гормонов и здесь чаще всего но приходит так сказать на ум спортсмены период отказа по спортсмен использующий фармакологии в период отказа от ее приема так называемый период после курсовой терапии когда уровень гормона дисбок гормональный дисбаланс уровень секреции эндогенных гормонов того же сам тестерон находится там нуле здесь конечно такие добавки могут помочь в том чтобы этот уровень привести в норму но ни один химик не замечал того чтобы у него это нормализация привела бы к тому чтобы остановился откат откат все равно имеет место быть потому что тут уровень естественных гормонов которые есть он не может сохранить в полном объеме ту мышечную массу которая была достигнута с применением сверх физиологических взоров поэтому по факту нормализуя свой уровень гормонов с помощью теста бустеров период после курсовой терапии мы просто приходим приходить в себя так сказать мы просто начинаем себе чувствовать более-менее жить и смотреть на окружающий мир так как должен смотреть мужчина да они какое-то пассивное существо в общем-то весь эффект который от них можно ожидать мы в начале поговорили про тренировки теперь хотелось бы услышать конкретику сколько в неделю сколько подходов сколько повторений сколько отдыха между подходами и так далее так далее я понял ну мы говорим про новичков или уже про продвинутых ну вот человек пришел спортзал и не получает результата вот понял хорошо ну здесь вообще пора только когда люди только приходят зал у них как правило очень высокая степень реагирования на тренировочную нагрузку и как показывает исследование допустим что между одним и тремя подходами большой разницы у новичка нет то есть он по факту за один подход может достигать максимального тренировочного стимула дальше по мере роста тренированности ему нужно делать все больше и больше подходов для того чтобы получить оптимальный стимул но в любом случае всегда место быть какой-то порог то есть никто из нас не делал там 100 подходов да понимаешь что от этого мышцы лучше расти не будет есть некий порог после после достижения которого дальнейшее выполнение нагрузки уже теряет смысл мышцы от этого дополнительно не стимулируется но зато увеличиваться энергозатраты увеличиваться какие-то там негативные изменения связаны с расходом энергии с повреждением структура мышечных клеток так вот зная о то что новички хорошо реагируют на маленький объем отсюда можно увидеть рекомендации которые еще сложились там в 70-е годы вот иди в 70 40-е 50-е года эта программа тренировок на все тело за одну тренировочную сессию так называемый full body почему но все тело да потому что если в принципе чеку 1 2 подхода достаточно сделать но ежели он сделать пару мышечную группу идет он даже не утомиться то есть он в принципе с учетом того что его рабочие веса еще не такие большие он может в состоянии за одну тренировочную сессию подвергнуть нагрузки все основные мышечные группы с маленьким объемом выделяем на каждую поскольку объем нагрузки небольшой количество мышечных повреждений небольшое количество трач энергии небольшое соответственно и темпы восстановления будут очень быстрые из этой малой работы сделано мы она и восстановится гораздо быстрее поэтому ничто не мешает эту же тренировку повторить снова через какой-то короткий промежуток времени это получается стандартным протоколом full body трижды в неделю все тело мы тренируем трижды в неделю ну здесь если сами варианты full body не могут различаться в том плане что можно сделать по одному подходу на каждую мышечную группу потом круг повторить и снова там по одному подходу либо можно сделать по два подхода на каждую мышечную группу отработать 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 пока все мышцы не кончатся и это ведь другой имеет свои плюсы и минусы но в любом случае нужно понимать что всегда то что ты оставляешь на конец те упражнения тела мышечной группы которую хочешь развивать общая степень утомления может отразиться на качестве выполнения упражнений направленных на эту мышечную группу поэтому если ты это чувство что под конец общего усталости мешает на чем-то там сконцентрироваться то можно просто менять мышечные группы местами все еще тренировку начинать с той мышечной группы которая была в конце а если ты тренируешься по кругу то в принципе все более-менее уравнивается да если ты запланировал себе там два три подхода на каждую мышечную группу то можно поход на но на вторую на третью на пятую на десятую по кругу тогда в принципе они все будут более менее равномерно тренированы на фоне ну как бы равной степени общего утомления что происходит дальше у человека растет ржи целые показатели возрастает интенсивность нагрузок каждое выполнение тех же самых упражнений становится все более более тяжелым как раз я сегодня об этом говорил чем больше вес тем больше задействоваться миофибрил тем больше затрачивается энергии поэтому если вначале он там все тело мог потренировать в трех подходах на каждую мышечную группу то может быть уже через три-четыре месяца он просто был очень сильно утомляться и это утомление будет мешать люди начинают тренировки разделять там уменьшать количество мышечных групп подвергаем их нагрузки за одну тренировочную сессию разделяет мышечная группа там на 2 на 2 части и тренирует их в разные дни недели это так называемый двухдневный сплит который там очень в свое время активно ну расписывался освещался в книге в книгах джо вейдера там арноле шварценеггера тех кто активно так сказать вел творческую деятельность в эпоху золотой пары на первой книге система стрельца джо системы строительства тела джо вейдер как раз таки вот идет примерно такой последний тренировочных процессов новички там до трех месяцев full body там а трех месяцев там и выше двухдневный сплит допустим понедельник половина мышечных групп тренируются там в среду другая половина мышечных групп а в пятницу снова 1 и понедельник следующий снова 2 и дальше 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 когда человек развивается он уже в тебя поймать что ему уже и половину мышечных групп становится тренировать тяжело за одну тренировку и как правил концентрируется там на одной-двух мышечных групп и объем нагрузки возрастает до столько настолько что поскольку за тренировку одной и мышечной группы тренируешь ты можешь на каждую из них позволить себе достать выполнять достаточно много объема и и вот что настоящее время можно наблюдать какие тенденции есть тенденции в тех исходящие из тех людей которых мы называем методистами да те которые умеют грамотно планировать тренировочный процесс делится с этой информацией наставляя других людей это знать на путь истины сейчас вот и нет вместо бы тенденция возврата в прошлое а именно возврата к двудневному сплиту то есть тренировать достаточно много мышечных групп за одну тренировку объем нагрузки соответственно на каждую мышечную группу будет в среднем я бы сказал мы эти цифры озвучим а и чистота тренировок каждая мышечная группа будет составлять примерно два раза за одну неделю у коробки двудневный сплит 8 понедельник там пять мышечных групп в среду пять других мышечных групп в пятницу те же мышечные группы чтобы были в поеде получается мы однете за мышечные группыируют понедельник и в пятницу а другие допустим среду и в следующий понедельник получается где-то за 8 дней каждая мышца нашего организма который мы тренируем подвергается тренировочном воздействии дважды а чем это эффективно каждая самостоятельная тренировка это стимул симуют развившись совершенно логически должен быть понятно что чем чаще мы мышцу стимулируем к росту тем быстрее она должна достичь какого-то предельного развития хотя здесь имеет место быть определенный порог например исследования массовые которые проводились различными вариантами чистоты тренировок одной мышечной группы затем за неделю показали что между допустим тремя тренировками на одну мышечную группу за неделю и двумя разницы немного а вот между тренировками мышечной группы раз в неделю и два раза в неделю разницы есть тренировки мышечной группы два раза в неделю показывают себя более эффективными и многие из нас кто об этом допустим не слышали но но могут спой своей памяти так сказать пока ковыряться и вспомнить что есть так называемые методы специализации когда мы начинаем акцентироваться на работе с одной мышечной группы а как правило отстающий и специализация чаще всего сопровождается тем что увеличивается частота тренировок отстающей мышечной группы по сравнению с другими то есть мы как раз таки что делаем увеличиваем частоту тренировочных тренировочного воздействия чаще тренируем чаще стимулируем к мышечному росту поэтому сейчас вот вот эта тенденция наметилась но не не каким-то к мышцам отстающим а вообще в принципе ко всему телу и соответственно здесь поскольку в более высокая частота и сюда имеет риск недовосстановления между этими тренировками потому что если человек выполняет допустим большой объем работы за одну мышечную группу и дает себе на восстановление три дня он может просто не восстановиться и не выйти так сказать следующие тренировки в том состоянии в котором способен развиваться дальше как которому способен адекватно реагировать на эту нагрузку поэтому имеет место быть ограничение объема работы выполняемой за одну тренировочную сессию каковы эти цифры если исходить из из научно исследовательской информации то есть та которая получена именно какие-то практических экспериментах с различными группами спортсменов с разным уровнем тренированности то это от 4 до 8 подходов на одну мышечную группу за тренировку это при частоте два раза за неделю примеру то есть принципе получается так что если мы здесь выбираем для себя какой-то там объем нагрузки допустим 6 подходов то за неделю в совокупности мы выполняем 12 подходов и здесь есть такой нюанс что если кто-то по такой схеме никогда не тренировался и просто как правило выкнул практиковал классический трехдневный сплит то есть разделив все свои мышечные группы на три работы на три дня и каждый из мышц основных подвергается нагрузки раз за неделю этот человек решил увеличить чистоту то нужно понимать что если просто уменьшить объем нагрузки вдвое и раскидать по неделе это не будет гарантировать более лучшего прогресса потому что опять же есть ряд других работ которые показывают что само по себе выполнение деление какого-то вот оптимального объема на части пользы не приносит то есть каждая тренировка получается обладать маленьким стимулом и высокая частота этих стимулов по факту приводит к суммированию эффектов три подхода мы сделали надо тренировки три на другой три на третий получилось в итоге 9 и в совокупности у человека может быть такой же прогресс как если бы он делал все 9 подходов за одну тренировку поэтому если мы хотим не просто увеличить чистоту а увеличить чистоту оптимальных тренировочных стимулов дающих максимальный эффект то мы должны поступить следующим образом с одной стороны мы должны объем уменьшить одной тренировочной сессии объем работы на одну мышечную группу но совокупный объем за неделю совокупный день работы на думаешь на группу за неделю должен возрасти на первый был у нас не ровно мышечную группу только по понедельникам допустим там грудь делали 10 подходов решили делать два раза за неделю нам нужно не делать две тренировки по 5 а сделать две тренировки по 6 либо по 7 общий объем снизился за одну тренировку носова клуба объем больше с таким образом за две тренировки мы выполняем большее количество работы чем за одну тренировочную сессию но при этом в целом нагрузка смесь снизилась что позволяет нам и соответственно более опти оптимальная более адекватно восстанавливаться от тренировки в тренировке мы с вами озвучили объем 48 причем эти цифры они имеют место быть для тех спортсменов которые не используют фармакологической поддержки здесь что знаете интересно о том чтобы какие-то научно обоснованных цифр предназначены для спортсменов использующих фармакологии просто не существует нет таких исследований которые бы стали собой целью изучить там как нужно не рваться спортсмену химику почему то потому что все стероиды а является допингами и их применение в любом виде спорта запрещено поэтому нет никакого смысла проводить исследования чтобы изучить какой тренировочный протокол эффективнее для спортсменов которые тренируются не по правилам потому что спорт высших достижений он весь доска и забешен на допинг-контроле поэтому апариори нужно исходить из того что человек не принимать фармакологию поэтому то есть его развитие должно происходить так называемых в естественных натуральных условиях поэтому может быть спортсмен химик который точно также увеличивает там чистоту тренировку может быть и себе и больше может объема позволить это мы с вами говорим о натурал хотя как моя практика показывает что нас даже и спортсмены использующих фармакологии могут смело ориентироваться на те же самые цифры 48 подходов на одну мышечную группу за тренировку и получается 45 мышечных групп за одну тренировочную сессию и если вы допустим ну тренируем 4 мышечную группу по 5 подходов в целом за одну тренировку 20 подходов и получается вполне себе нормальный и по времени не растянуто то есть и не слишком утомительно то есть все это можно исправить другой вопрос а в том что насколько люди могут это изменение чистоты тренировок построить под свои реальные условия то что опять же многие очень сильно привязаны к трехдневному посещению зала поэтому им допустим трудно сделать так чтобы каждая мышца тренировалась то есть за одну неделю охватить по факту прости 4 ты если мышцы разделить пополам то получится что каждую половину тела мы должны при потренировать дважды две группы по два раза четыре тренировки не все это могут себе позволить когда людям рекомендуешь сделать как допустим рекомендовал джо вейдер что одна то не что цикл сделать не семидневным а восьмидневным в понедельник среда пятница понедельник людям становится сложнее контролировать потому что у них смещается неделя многие из нас очень сильно привязаны именно вот к этому промежутку то есть каждая неделя начинается с того что чем с того же самого чем начиналось предыдущие а здесь будет иметь место всегда смещение тренировочные программы во времени для кого-то это просто для кого-то это сложно для тех кому сложно они все равно пытаются изменить свои три дня и пытаются как-то вместить все мышечные группы в треодневный цикл чтобы им получилось потренироваться таким образом что все мышцы по два раза подвергались воздействию здесь что происходит увеличение объема нагрузки в целом когда мы вот вместо четырех тренировок делом 3 общий объем каждой тренировки возрастает в принципе это ничего негативного нет кроме того что общая усталость приводит тому что последние упражнения последние подходы выполняются некачественно поэтому я обычно людям таким советом что сделать увеличивать нагрузку не на все мышечные группы а выбрать те которые для тебя в данный момент является приоритетными все которые хуже развиваются не обязательно переходить более высокой частоте сразу на все существующие мышечные группы выбери половину тех которые те важнее которые хуже растут после есть мышцы мышцы группы доминирующие они и так бы хорошо развиваться и при прежней системе тренировок то есть при одном разе в неделю и все и таким образом можно оставить типичный трехдневный сприт но просто отдельные мышечные группы продублировать понедельник в пятницу там а какие-то поедельник в среду таким образом общий объем нагрузки повысится несущественно и опять же принцип приоритета да пусть мы будем более более равномерно развиваться слабые мышцы мы подвергнем дополнительному стимулу а сильные не и они так хорошо растут чтобы чтобы мы могли достигать более менее гармоничного развития могу я вас попросить вот для зрителей для подписчиков накидать вот этот восьмидневный тренировочный сплит вот схеме и знаете там же учесть хотя бы одну волну цикла когда мы увеличиваем интенсивно за счет уменьшения объема ну то есть получается это какой-то будет определенный период чтобы они попробовали вот как это на практике к чему-то чтобы они привязались и ну действительно попробовали потому что все привязываются к неделям а когда говоришь 8 10 даже 12 дневный цикл и все начинают теряться как как это все я понял как вообще сделать так чтобы восьмидневный цикл был человеку более понятен более им осознаваем ну во первых нет вместо еще быть вот такой нюанс когда мы за восьмидневный цикл мы получается проводим по 2 если мы все тело тренируем дважды за неделю по 2 тренировки на каждую мышечную группу если они одинаковые по своему характеру то у человека может быть возникает путаница то есть по факту это будет не восьмидневный цикл а просто какой-то непрерывный цикл сменяющихся друг за другом тренировок а чтобы это было похоже именно на цикл нужно сделать следующее за эти восемь дней мы проводим 4 тренировки но две из них я до 2 из них могут быть высокой интенсивности а две из них средней интенсивности то есть условно тяжелые и легкие что это значит набер на но тренировки мы одни мышечные группы подвергаем работы нагрузки с весами например от 6 до 10 повторений потом на второй тренировки эти же мышечной группе подвергаем нагрузки то в пределах там от 12 до 15 до 16 повторений то есть качественный казаться качественная характеристика тренировочных стимулов изменится пошла в одном случае у нас имеет место быть высокая интенсивность при не будет наблюдаться бы высокая степень мышечных микро повреждения вызванных тяжелым весом во втором случае когда вес меньше но длительность подходов по времени больше у нас будет степень мышечных микро повреждений меньше но выше уровень метаболического стресса то есть уровень накопления молочной кислоты там образование свободного кариатина и здесь мы тоже будем подвергать мышцы некому такому травматическому воздействию разрушительному за счет химических факторов за счет накопления онов водорода там свободных радикалов и то и другое в итоге стимулирует синтез белка заставляет нас адаптироваться но акценты мы смещаем тренируясь в двух разных режимах мы объединяем разные варианты воздействия на мышечный аппарат и добиваемся более оптимального развития поэтому восьми и таким образом восьмидневный цикл сильно становится циклом они просто какой-то временным кусочком провели тяжелую тренировку на одну половину мышечной групп провели тяжелую на другую половину мышечной групп потом легкую на на ту же самую половину и легкую на ту же самую и новый цикл у нас начинается снова с тяжелой тренировки вот вот такая цикличность будет наблюдать будет наблюдаться как разделить мышечные группы два простых варианта с одной стороны можно разделить вниз вверх поделитесь на тренировке все что там ниже пояса на другой ров все что выше поясом можно разделить так мышцы тянущие мышцы толкающие ну например грудные мышцы как правило толкающая мышцы спины тянущие там бицепсы тянущие трицепсы толкающие квадрицепс там толкающий там бицепс бедра тянущий и таким образом распределитесь вот простейшим способом хотя конечно здесь можно творческие способности можно объединять как угодно это просто такие самые простые варианты и соответственно меняем нагрузки и теперь что касается объема чем меньше вот этих изменений в программе тем проще нам оценить так сказать что происходит то есть тем больше контроля за ее исполнением планируем для себя к примеру 5 подходов на каждую мышечную группу и зависимости от того тяжелая тренировка или легкая так вас первый цикл восьмидневным все тонировки делаем и легкие тяжелого по 5 подходов определяем для себя изначально стартовые веса какие у нас будут стартовые веса для тяжелых тренировок какие для легких тренировок цикл провели следующий цикл начинается с того что мы делаем 6 подходов на каждую мышечную группу на каждой тренировки веса не меняем 3 тренировочный цикл все то же самое только семь подходов с теми же весами то есть каждый тренировочный цикл объемней объемнее предыдущего есть изменения в степени воздействия есть четвертый цикл возвращаемся к нашим пяти подходом на каждую мышечную группу но везде добавляем там от двух с половиной до пяти килограмм в зависимости от того какое упражнение выполняем повысили веса и с новыми этими весами причем добавляем для тяжелых тренировок и для легких и в дальнейшем уже снова три цикла с повышением объема но с новыми сами и потом все заново это и таким образом можно не роваться хоть год полтора хоть два у нас сюда имеет место быть достаточно постепенные равномерные такие скачки изменения интенсивности и скачки изменения в объема эти выдержать дополнительно один подход скажет тренировки совершенно несложно и там уже опять же мы не добавляем там в два в три раза большее количество подходов а на один на два буквально то есть здесь нету будет не будет никаких сложностей с выполнением вот такого тренировочного плана и он достаточно понятен там не надо тебе его расписывать как по рейтинге процентовки где на каждой тренировки меняется интенсивность и и разминочных подходов и рабочих меняется объем действую просто 5 6 7 5 6 7 и каждую получается четвертую тренировку плюс два с половиной плюс пять килограмм тяжелым к легким тренировкам есть варианты конечно еще были сложны но начать с простого начать тоже с того что проще осознать чтобы чек видел ему проще было оценить в те изменения которые происходят здесь нужно меньше переменных чтобы оценить на что нужно воздействовать вот такой простой вариант сейчас очень многие мечутся как выполнять подходы то есть но два мнения есть мы берем упражнения и выполняем все подходы последовательно то есть допустим жим штанги лежа первый подход отдохнул второй подход отдохнул третий подход и есть еще вариант когда мы сделали первый подход и переходим на другую мышечную группу делаем ее переход на третью мышечную группу делаем ее и допустим возвращаемся опять и делаем второй подход того чего мы начали как лучше самым простейшим критерием для определения того какой вот какая схема выполнения походу подходит именно вам будет сохранение работоспособности от подхода к подходу если количество повторений с каждым последующим подходом знаметно снижается то такой то допустим то способ выполнения подходов подряд вам не подходит потому что со снижением количество выполняемых повторов с тем же весом меняется и эффективность выполнения упражнения если там количество повторений снижается в пределах там 1 то в принципе можно на это не заморачиваться можно с этим оставить но если у вас в первом подходе 10 повторов во втором 8 в третьем 6 то нужно либо увеличить время отдыха и просто ожидать пассивно либо сделать таким образом увеличить время отдыха но заполнить это время выполнением других упражнений вот отсюда нарисовалась и греческая схема мышечная композиция и и окислительный потенциал то есть способность восстанавливается способность реагировать точнее сказать преодолевать это уровень этого метаболического стресса она у людей различна не зависит это неровности какие-то один вид индивидуальных качеств поэтому здесь уже просто исходить из того что мы имеем место быть поэтому я лично и мне подходит больше схему вот именно чередование я тренируюсь по кругу я заметил для себя то есть раньше когда я начинал тренироваться я просто много отдыхал и делал подход и чтобы в следующий подход выполнить достаточно результативно и отдыхал по 5-6 минут но у меня общий объем нагрузки был небольшой я придерживался сокращенных программ поэтому мне это не мешало в дальнейшем я стал увеличить увеличил количество подходов за тренировку и если я еще после каждого подхода буду ждать восстановление как у такого более-менее для меня эффективного подходящего тренировка будет сильно затягиваться поэтому я решил эти паузы заполнить в итоге вышел опытом и перечиским путем на схему выполнения упражнений по кругу подход на одну мышечную группу отдых для восстановления дыхания подход на следующую мышечную группу отдыхаю до восстановления дыхает подходом на третью на четвертую и потом все снова и таким образом в целом общий отдых между одним и тем же подходом составляет где-то там 6-10 минут то есть я возвращаюсь к выполнению упражнения после прохождения круга достаточно хорошо отдохнувшим на локальном уровне и у меня бывает так что там первые два-три подхода происходит практически без изменения работоспособности то есть количество повторений с этим весом не снижается от подходу подходу а уже снижается там на четвертом на пятом подходе то есть получается я таким образом позволяю себе ну выполнять больший объем работы больше объем в том плане что в целом количество выполненных повторений при том же самом количестве подходов у меня увеличивается отсюда соответственно и большая степень там рекрутирование мышечных волокон и большее накопление вот этих факторов которые происходят в мышечных клетках под воздействием нагрузки и приводящих к дальнейшим изменениям виде гипертрофии для себя нашел это очень результативно и поэтому точно также всем остальным говорю если у вас не получается за запланированные промежуток отдыха эффективно восстанавливаться увеличивайте время отдыха и выполняйте в это время другие упражнения но здесь тоже на самом деле ничего нового нет потому что точно также тренировались там много-много лет назад когда выполняли программу full body также кстати тренировались ученики у доктора артур джонза арту артура джонза в его высокое интенсивном тренинге точно также по кругу выполнять подходы плюс нечто подобное можно встретить в том тренировочном принципе которая описывает джо вейдер называя его принцип вставочных подходов да когда в промежутке между подходами на большие мышечные группы выполняется подходы на маленькие мышечные группы правило отстающие до сих допустим сделал приседания пока он там отдыхает а после приседаниям хочешь не хочет приходится долго отдыхать можно пойти сделать допустим что-нибудь на на средней дельтовидную мышцу упражнение манер газа малоэнергозатратные в те времена получается больше так сказать полезного больше полезной нагрузки за тот же самый объем что отдыхать когда можно в это время покачать другую мышцу примерно то же самое здесь поэтому не надо здесь искать какой-то магии определенной если справляешься выполняя подхода подряд пожалуйста не то есть никакой гарантии того что изменив эту схему на другую прогресс заметно увеличится мы боимся высокой степени закисления но чем она характеризуется у нас нету датчиков которые она ее измеряет а самым объективным да не не значит самым визуальным наблюдаемым датчиком является что падение работоспособности если закисление высоко мы просто не можем эффективно результативно тренироваться наши подходы заканчиваются там задолго до того как мы на это рассчитываем вот и все если человек не закисляется тренируйся подряд закисляешься растягивая череду и практикует такие вот круговые схемы тренировок это все вопрос начального уровня который новички обычно обсуждают очень активно что эффективней многосуставные изолированные свободные веса тренажеры на самом деле у того и другого третьего есть свои плюсы и минусы поэтому однозначно сказать что это лучше это хуже это корр степенно по минусу хорошо какие плюсы базовых упражнений базовых упражнений плюс отнюдь не то что в нем можно выполнить большой вес на мышечную группу как раз таки нет вас вам упражнение работать несколько мышечных групп поэтому больший вес обусловлен именно как раз таки тем что работу в упражнении выполнять не одна мощная группа а несколько каждый вносит свой вклад а по факту на каждую из работающих мышц приносит приходится лишь какая-то часть веса плюс какой выполняя базовые упражнения которые мы как правило ориентируем не просто как на все тело ориентируем на какую-то какая-то мышцы набер для груди там жим лежа для плеч там жим стоя мы тем самым увеличиваем общий объем работы выполняемой на все мышечные группы о чем я хочу сказать ну представьте 8 сегодня мы потренировали первую грудь там в пятницу мы тренируем трицепс но благодаря тому что в пятницу мы ставим выполняли жимы на грудь у нас работали еще и трицепсы соответственно общий объем нагрузки на трицепс и за недельный цикл увеличился как раз таки имеет место быть вот эта самая увеличенная частота тренировок мы пятницу тренируем трицепс и дам изолирована там как все цели направлено но понедельник мы их тоже потренировали в более облегченном режиме но тем самым это нагрузка и общее количество проделанной нагрузки за неделю увеличивается там то же самое там с другими мышечными группами спина бицепс из базах упражнений мы дополнительно под стимулируем какие-то другие мышечные группы и потом проводя на них отдельную тренировку мы тем самым задаем больше тренировочных стимулов получается по факту мы можем за счет этого как раз таки получить и больший результат в развитии минус базовых упражнений это то что они рассеивают нагрузку не каждый спортсмен занимающийся бодибилдингом бодибилдингом умеет акцентировать нагрузку на конкретной мышечной группе выполняя базовые упражнения переделать жемлёжа у него больше трицепс работают там или больше плечи но меньше грудь но жемлёжа там и все делал не для развития трицепсов как правило и не для развития переднего дельтоида а для развития грудной мышцы есть отсутствие акцента придет к чему что если новичок он хорошо реагирует на любую нагрузку для него выполнение базового упражнения даже пускай в грубой технике позволит ему развивать все мышцы участвующие движение то более опытный спортсмен у которого уже имеется толерантность к нагрузкам ему вот такая вот рассеянность может не позволить стимулировать какую-то он конкретную мышечную группу максимально сильно också здесь быть такой что больше утомляется то больше стимулирует что больше растет когда утомляется все по чуть-чуть все по чуть-чуть стимулируется все по чуть-чуть растет получается базовые упражнения по сути становится просто каким-то комплексным таким инструментом общего воздействия, но нет локализации утомления в конкретной мышечной группе, нет тех самых выраженных изменений, происходящих в процессе выполнения физической работы, которая вызывает дальнейшее развитие. Если человек умеет это делать, профессиональные ответы, они все выполняют упражнения, они чувствуют, даже базовые упражнения, они могут делать так, чтобы работать, по сути, одна мышечная группа. Человек неопытный в базовых упражнениях часто рассеивается и тренирует как бы все по чуть-чуть и ничто конкретно. Поэтому здесь сразу мы видим и плюс изолирующих упражнений. Изолирующие упражнения в большинстве своем помогают попасть акцентированно в нужную мышечную группу. Второй плюс изолированных упражнений в том, что они менее энергоемкие, поэтому если человек утомлен, ему, допустим, сложнее выполнять базовые упражнения. На фоне какого-то утомления он может и техника нарушится, а нарушение техники придет не только к тому, что не подвергается воздействию нужную мышечную группу, акценты вообще могут смещаться на другие мышечные группы, но также может произойти травмирование. Допустим, выполнить какое-нибудь там приседание со штангой ближе к концу тренировки будет практически невозможно. И когда человек уставший приехал в зал, он где-то после работы весь загруженный, истощенный, весь там мыслями в своих заботах и проблемах, у него просто не будет достаточно, так сказать, нервных сил, нервного такого напряжения, чтобы сконцентрироваться на таком сложном, базовом энергоемком упражнении, как приседание. Поэтому здесь как раз-таки альтернативой будет упражнение изолирующие. Собрать вот эти свои оставшиеся, так сказать, силы и выложиться в нескольких изолирующих упражнений, он сможет даже лучше, чем выполнить одно базовое упражнение в нескольких подходах. Плюс, опять же, по мере опыта у различных людей начинают появляться какие-то те или иные травмы. Соответственно, стараясь избегать травм, атлет подбирает под себя определенные движения, которые происходят в той траектории, которая позволяет ему продолжать тренироваться эффективно, не подвергая нагрузке вот эти травмированные области, травмированные участки. Здесь это очень будет сложнее сделать в базовом упражнении, чуточку проще в изолирующем. А еще проще это будет сделать в тренажере, потому что, я говорю, не проблочный тренажер, а тренажер, где, как правило, траектория упражнения задана. Различные тренажеры позволяют нам что сделать? Они задают траекторию своей конструкции. И поэтому человек может подобрать под себя такое движение, где ему не придется напрягать какие-то дополнительные мышцы и по максимуму исключить те мышцы, которые у него работают в зоне дискомфорта. То есть подобрать под себя те упражнения, в котором просто сел, напрягся и работай совершенно кистями или другими конечностями в той траектории, которая для тебя безопасна. Ни одного лишнего случайного движения. И опять же, тренажеры позволяют создать акцент на той или иной мышечной группе. Вот различные варианты жимовых тренажеров устроены таким образом, что они позволяют нам имитировать в большей степени работу грудной мышцы, то есть осуществлять приведение плечевой кости. Например, когда мы работаем в жиме лежа, у нас конечная точка, она ограничивает глубину приведения плечевой кости. Мы пытаемся это всем компенсировать изолирующими упражнениями. Например, делая разведение, то есть работа плечевых костей увеличивается, работа плечевого сустава увеличивается, степень сокращения грудных мышц также увеличивается. Но есть тренажеры, которые мы называем базовыми, потому что там работает несколько суставов, но они как раз устроены таким образом, что в начальном точке расстояние между конечностями гораздо шире, чем в конечной точке. То есть они позволяют нам, с одной стороны, выполнять движение более жимовое, а с другой стороны, помогает в большей степени задействовать работу грудных мышц. И такие тренажеры будут иметь преимущество в развитии грудных мышц для тех атлетов, которые уже вышли на такой уровень, на такой уровень, при котором необходимо бороться над каждой мышечной группой, создавая в ней предельное напряжение, предельную высокую степень утомления, без которой он просто будет не в состоянии прогрессировать дальше. Поэтому всему свое время, все имеет место быть. Ну и еще, как, так сказать, педагогический момент, да, то, что когда человек только приходит в зал, ему важно не просто подвергать мышцы нагрузки, ему важно сформировать на себя вот эти вот способности переносить нагрузки. Потому что чем больше человек способен переносить нагрузки, тем больше шансов, что он выложится до самого конца, то есть он пойдет там близко к той самой необходимой степени утомления. Если человек может выходить на этот пик интенсивности, интенсивности в том плане интенсивности утомления, то он гарантированно будет всегда стимулировать себя максимально эффективно. И здесь лучшим инструментом, позволяющим человеку выйти, научиться, так сказать, преодолевать внешнее сопротивление, его, так сказать, утомляющее воздействие будет базовое упражнение. В силу того, что они более энергоемкие, более утомительные, поэтому тот человек, который регулярно приседает со штангой, ему ничего не представляет какой-то сложности, максимально выкладывается в других, более простых упражнениях. А если человек изначально привык тренироваться только в изолирующих упражнениях, ему любое более-менее сложное движение будет даваться тяжело. Вот общая усталость будет проводить к тому, что он не будет доходить до отказа. Здесь вот как частный пример могут быть девушки. Девушкам они, как правило, не чувствуют того, что мышцы дошли до отказа. Они чувствуют общую усталость, общее такое напряжение и заканчивают выполнение упражнения. А там по факту остается за 5, 6 или даже 7 повторов для того, чтобы дойти до отказа. До отказа не находим, мышцы утомляем слабо, стимулируем слабо. И отсюда низкая эффективность в тренировках девушек. Как только девушка умеет чувствовать эту грань, что действительно тяжело, не просто мнимая тяжесть, как бы возникающая в голове, а тяжесть именно в мышцах, тогда она начинает развиваться так же стремительно, как и мужчина. Как правило, спортсменки, выступающие, они тренируются так же, как мужчины. У них как раз такой проблемы нет. И вот здесь получается, что базовые упражнения, как раз таки, как такой инструмент педагогического воздействия, учат нас приучать себя преодолевать вот эту тяжесть. Тяжесть физической нагрузки, противостоятие, терпеть вот там возникающую боль, вот это увеличенную частажу сердечных сокращений, дыхание. То есть не бояться там, что у нас задавит вес. Это полезно. Ну, а уже в дальнейшем, когда человек достиг какого-то уровня, он на самом деле может вообще полностью исключить базовые упражнения и сконцентрироваться на том, что ему более комфортно, что позволяет ему попасть в цель. И как раз таки это будут различные варианты и тренажеров, и изолирующих упражнений на блоках, и в том числе и базовые упражнения на блоках. Бодибилдинг – это такой вид спорта, где очень-очень много разных инструментов для развития. А все почему? Потому что если взять для сравнения другие виды спорта, там везде в основном акцент на что? На развитие какого-то двигательного навыка, на развитие какой-то функциональной способности нашей мускулатуры. Либо силы, либо выносливости. А бодибилдинги же как раз таки вот эти функциональные качества, они вторичны. А для нас самое главное – уметь утомлять нужную мышцу, потому что это утомление, утомлять с определенной интенсивностью. Потому что это утомление позволяет нам прогрессировать дальше. И здесь на пути к достижению этого результата может быть много препятствий. Это как раз таки не попадание в цель, потому что упражнение выполняется некачественно. Не попадание в цель, потому что это базовое упражнение, и нагрузка рассеивается. Не попадание в цель, потому что мы не можем утомить, потому что мы не выдерживаем нагрузки. Я думаю, пожалуйста, выбирай то, что тебе помогает к этому стремиться. Изолирующие упражнения базово. В бодиблиотнике нет обязательных движений. Это не пауэрлифтинг, где три соревновательные движения. Не тяжелая атлетика, где есть два соревновательных движения. Это не гиревой спорт. Любые упражнения имеют место быть. Все, что позволяет попасть в цель, позволяет именно тебе, используя этот инструмент, попадать в цель, имеет место быть. Хочется попробовать практики. И я поэтому примерю на себя одну из самых распространенных проблем. Все парни, допустим, в большинстве случаев качают пресс, кусаться, ну и жим лежа, ему не зарастает народная тропа. И думаю, что это создает мужской силуэт. Хотя, например, развитие дельтовидных, трапециевидных и спины, в частности, вот это и есть вот этот V-образный, конусообразный мужской силуэт. Но большинство людей не чувствуют работу мышц спины. Ну, несколько лет ходят, занимаются и продолжают делать тяги бицепсами, иногда трицепс захватывают. Ну, потому что в поседневной жизни они привыкли делать бытовую какую-то активность именно этими мышечными группами. А спину большинство не чувствует. И вот сейчас хочется прокачать спину именно вот, чтобы прочувствовать с акцентом, с расстановочкой, минимум задействуя вспомогательные мышечные группы. Хорошо, поработаем, конечно. Хорошо. Все, я переодеваюсь и выставляю свои точки. Всегда такое происходит. Ты приходишь в клуб, определяешь место съемок, вот мы здесь будем снимать. Сразу прибегает банда качков, мы здесь тренируемся, приходят какие-то ребята, мы здесь репетируем танцы и уборщица. Я убираюсь, не ходите здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!